Закажите бесплатную кредитку Альфа-банка с целым годом без процентов и получаете супер кэшбэк рублями каждый месяц. А еще бесплатно снимаете наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, альфа выгодно. Друзья, здравствуйте! Это новый выпуск «Истории кумиров», который мы делаем вместе с Димой Болдиным. И выпуск для меня очень особенный, очень специальный, потому что речь пойдет об одном артисте, который всегда присутствует в моем плейлисте. У меня куча пластинок, до этого у меня была куча его магнитофонных записей. Естественно, сейчас он у меня в телефоне, во всех компьютерах. Речь пойдет о Джорджи Майкле, который начинал как один из лидеров дуэта «Вэм». Человек, который в конце 80-х, начале 90-х, чья музыка для меня и моего круга общения, моей компании очень много значила. Мы подробнее, понятно, пойдем по всему этапу развития этого певца. В мою жизнь он пришел в конце 80-х, потому что расцвет «Вэм» я не застал, это был Советский Союз. И, в общем, музыки было мало, или она попадала с запозданием. И, собственно, такой хит, как «Ласт Крисмас», он уже попал, что называется, не в чарты. Чартов тогда еще никаких не было. А в плееры и магнитофоны советских слушателей, меня в частности, уже в тот момент, когда группа «Вэм» распалась. Джордж Майкл один из величайших, на мой взгляд, вокалистов. Человек невероятного стиля, человек удивительно грустной судьбы. Сама его смерть в канун Рождества символизировала вот эту песню «Ласт Крисмас». И я с тех пор ее практически никогда не слушал, хотя раньше я ее очень любил, сейчас она для меня достаточно грустна. Почему я сказал, что для моей компании он очень важен? Ну, какие-то первые дискотеки на них играл Джордж Майкл, какие-то первые романтические отношения или танцы с девушками, это всегда где-то Джордж Майкл играл, да, «I'll Never Gonna Dance Again» и так далее. То есть это были какие-то вещи очень важные для нас, подростков. Потом, конечно, «Фридом», величайший клип и величайшая песня 90-х со всем этим рядом топ-моделей. В общем, Джордж Майкл, повторюсь, это артист, которого я слушаю на протяжении всей своей жизни и очень люблю. Ну, давайте по порядку, что называется, как все начиналось. Эта история начинается в месте под названием Финчли, райончике, который находится в северном Лондоне. Сейчас это модное место с красивыми парками, теннисными кортами, велодорожками и кофейнями. Но в начале 60-х, прошлого века, там все выглядело иначе. Тогда в Финчли жили в основном рабочие или эмигранты, которые приезжали в Лондон по разным причинам. Кто-то остался там после войны, а кто-то просто хотел добиться успеха и удачи в большом городе. И вот одним из таких приезжих, который мечтал о хорошей жизни, был грек-киприот по имени Кириакос Панайоту. В Англии он сменил имя на Джек и работал с утра до ночи в ресторанах. Сначала мыл посуду, затем поднялся до официанта, а потом стал помощником менеджера. Джек Панайоту зарабатывал 3 копейки, но всегда верил, что в будущем добьется успеха и сможет сам быть владельцем ресторана. В этом стремлении Джека поддерживала вся его семья, супруга Лесли и две маленькие дочки по имени Йода и Мелани. Семейство Панайоту в Финчли любили все. Во-первых, это была по-настоящему дружная семья, которая никогда не ругалась. Во-вторых, все обожали маленьких девочек, и каждый раз, когда все семейство выходило на прогулку, соседи млели от Йода и Мелани. Ну и все видели, как Джек 24 на 7 крутится, чтобы прокормить свою семью. И у всех это вызывало только уважение и поддержку. В 1962 году супруга Джека Лесли сообщает о том, что в их семье произойдет пополнение. Она беременна третьим ребенком. Все на седьмом небе от счастья. Йода и Мелани хотят, чтобы у них был братик, а Джек мечтал о том, чтобы в семье наконец-таки появился сын, который в будущем сможет для всех быть надежной опорой. Желание семьи осуществляется 25 июня 1963 года. На свет появляется темноволосый мальчик, которому дают греческое имя – Георгиос. А полное его имя в свидетельстве о рождении значится как Георгиос Кириакос Панайоту. Это и есть, дорогие друзья, будущая звезда мировой сцены Джордж Майкл. Давайте, чтобы не запутаться, с этого момента мы и будем его называть Джордж, а не Георгиос или Йоргос. Поскольку в Англии его имя чаще произносилось как Джорджиос, а сокращенно было бы проще сказать Джордж. А о том, почему он отказался от своей настоящей фамилии, мы об этом расскажем чуть позже. Джордж становится третьим ребенком в семействе Панайоту. Чтобы прокормить семью, Джеку приходится еще больше работать, и дома он появляется только ночью. Воспитанием же сына занимается мать Уэсли и сестры. Джордж с самого раннего детства окружен женской заботой и любовью. Когда ему стукает три года, он начинает проявлять интерес ко всему, что связано с природой. Маленький мальчик в дом тянет цветы, растения, разных жуков и пауков. У себя в комнате он часами разглядывает их под увеличительным стеклом. Родители строят планы, что в будущем хорошо бы ему стать врачом. Или бухгалтером, как этого хочет отец. Но в пятилетнем возрасте Джордж находит в гараже дома старый ручной граммофон и коллекцию винила. Он ставит одну из пластинок и в результате начинает с утра до ночи проводить время за прослушиванием музыки. Его просто невозможно оторвать от этого увлечения. Сам же Джордж говорит родителям, что граммофон – это его любимая игрушка, потому что от него исходят прекрасные звуки, и он бы хотел научиться тоже играть на чем-нибудь. Видя, как Джорджа увлекает музыкой, родители дарят ему нормальный проигрыватель, а также записывают на скрипку, и он начинает посещать музыкальные занятия, которые позже совмещают с учебой в школе. Что касается школы, то Джордж был спокойным и умным ребенком, который носил увесистые очки и прекрасно ладил с одноклассниками, и вообще не хулиганил. А в его дневнике значились только хорошие оценки. Но в самих школах он задерживался ненадолго, поскольку отец семейства, Джек, наконец-таки смог открыть свой первый ресторан, и дела стремительно пошли в гору. В результате чего семья часто переезжала из одного пригорода Лондона в другой. С каждым разом все в более лучший. Стабильно освоиться и остановиться в своих переездах семейство Панайоту смогли лишь летом 1975 года, когда Джек купил просторный дом в городе Буша, что на востоке Англии. На тот момент Джордж готовился сменить уже третью по счету школу и ждал начала нового учебного года. И вот случается 1 сентября 1975 года. 12-летний Джордж приходит в новую школу, и учительница спрашивает детей, кто поможет новенькому освоиться в школе. Руку протягивает только один парень задней парты, и Джорджа сажают рядом с ним. Когда Джордж говорит своему соседу по парте, что его зовут Георгиос, то тот начинает смеяться и заявляет, что его имя очень похоже на слово «йогурт» или сокращенно просто «йог». Сам же сосед представляется как Эндрю Риджеля. И вот это знакомство с Эндрю в корне и предопределяет всю дальнейшую судьбу нашего героя. Коротко о том, кто такой Эндрю Риджеля. Как и Джордж, этот парень тоже был из семьи приезжих. Его корни уходили в Египет, отчего Эндрю всегда выделялся своей смуглой внешностью. В классе Риджеля был настоящим лидером. Он всегда модно одевался, вокруг него постоянно были люди. А сам Эндрю в школе славился своим энергичным и местами даже не очень хорошим поведением. Он мог спокойно перебивать учителей, громко шутить и постоянно хотел какой-нибудь движухи за место учеба. Собственно, за одной партой оказываются ботаник Джордж и хулиган Эндрю. Один грек, второй египтянин. Один застенчивый очкарик, второй худой модник со стильной прической. В принципе, картина из жанра комедии, но все это происходит в реальности. С первого дня Эндрю начинает проявлять к Джорджу дружеские интересы и сдерживает слово пацана, что поможет новенькому освоиться. Он показывает школу, все классы, рассказывает, какие есть кружки и что не стоит на них тратить свое время, а лучше ходить в спортзал и тупо пинать там мяч. Эндрю везде ходит рядом с Джорджем и всячески его поддерживает и знакомит с другими школьниками. Родителям Джордж сообщает, что у него появился лучший друг и сразу же после школы он бросает рюкзак в своей комнате, берет велик и едет кататься по району вместе с Эндрю. Все семейство Панайоту пребывает в диком восторге от того, что у их сына есть друг и ему совсем не скучно в новом районе. И в итоге родители сообщают, что Джордж всегда может привезти друга в гости, если они где-то проголодаются. И вот когда Эндрю пересекает порог дома, семейство Панайоту, Джек и Лесли в корне меняют свое представление о новом друге их сына. По факту, они просто в шоке, что сын сдружился с хулиганом. Дело в том, что 12-летний Эндрю нигде не чувствовал границ. Для него что в школе, что на улице, что в гостях, было все одним. Он продолжал колк шутить, веселиться и мог спокойно заявить что-нибудь из серии. «Мамуль, приготовь нам чего-нибудь похавать, мы устали». В общем, если коротко, то Джек и Лесли недолюбливали Эндрю и считали, что он может плохо повлиять на их сына. В один из дней Джордж в очередной раз зовет Эндрю к себе в гости и показывает ему свой проигрыватель и собранные пластинки. Два парня вмиг забрасывают свои велики и до вечера просто слушают музыку и подпевают всем песням. Они наизусть выучивают все композиции с альбома Элтона Джона «Goodbye Yellow Brick Road». И в какой-то момент Эндрю заявляет, что им нужно стать крутыми музыкантами, чтобы их все знали, у них было много денег, и они были такими же крутыми, как и сам Элтон Джон. Джордж в секунду очаровывается этой безумной идеей и заявляет родителям, что они с Эндрю будут музыкантами, и их песня будет петь весь мир. Джек и Уэсли смеются над идеей сына и говорят, что он большой мечтатель. Идею о том, что их сын будет певцом, они не воспринимают серьез, списывая это все на подростковый период и странное влияние друга. Однако именно с этого момента Джордж и Эндрю сближаются еще сильнее. Их начинает объединять одна безумная мечта – стать кумирами. Каждый день они придумывают песни, ищут старые инструменты, тянут все в гараж дома, пробуют играть и петь. Изначально они старались копировать и походить на молодого Элтона Джона, но в 1977 году на экраны выходит американский музыкальный фильм с траволтой в главной роли. И называется эта картина «Лихорадка субботнего вечера». Фильм рассказывает об истории жителя Бруклина, который днем работает в магазине, а ночами проводит свое время на танцполах. Фильм в мировом прокате имел оглушительный успех. При бюджете в 3 миллиона долларов он собрал 237 миллионов. Джордж и Эндрю пересматривают лихорадку несколько раз и понимают, что нужно вот так же быть яркими, носить клеши, модные пиджаки и круто танцевать. Тогда о них точно все узнают. 14-летние парни начинают одеваться, как траволты и ходят на все дискотеки, которые можно только посетить в их юном возрасте. И если у Эндрю шло все более-менее хорошо, то у Джорджа с движениями дела обстояли так себе. Да и самим внешним видом тоже. Еще вчера он был бутаном со скрипкой, а сегодня он уже в ярких клешах. Девушки продолжали его не замечать, но самого парня это не останавливало. Он дергался на каждой дискотеке как мог и считал, что делает все правильно, как траволта. В итоге на одной из таких дискотек Джордж решил в конец раскрепоститься и выпил у алкоголя. А потом еще добавил, а через несколько песен еще. И все это закончилось тем, что при всех его просто стошнило на его же клеша. А до дома его тянул Эндрю Риджли, потому как Джордж просто не мог стоять на ногах. Что было дома? Легко представить. Отец пропесочил сына по полной и заявил, что он катится по наклонной. Джон по правде стал серьезно переживать за будущее сына, потому как хотел, чтобы он хорошо окончил школу, поступил в университет и вошел в ресторанный бизнес. Отец несколько раз пытается поговорить с сыном о будущем, но Джордж каждый раз заявляет, что хочет заниматься только музыкой, потому что в его голове живут мелодии, которые когда-то станут великими. Все разговоры заканчиваются одинаково. Джон говорит, что ничего из этой идеи дельного не выйдет и лучше сейчас взяться за ум. Джордж настаивает на своем. Он закрывается в своей комнате, продолжает слушать музыку и на бумаге записывать все новые и новые стихи и мелодии. Музыку я не могу перестать писать, она во мне. Я умею ее делать и буду ее делать. Со временем волна энергичных танцев стала исчезать и в музыке появилось новое модное направление. Называлось оно СКА. Причем это уже была вторая волна этого стиля и захлестнула она в первую очередь Англию. Появились такие группы, как The Specials, Madness, The Beat и другие. И вот Джордж уловил эту тенденцию и решил запрыгнуть на эту волну вместе с Эндрю. Они создают свою СКА-группу, которую называют The Executives. Также в эту группу вошли брат Эндрю и еще парочка знакомых, которые хотели прославиться. Группы сочиняют пару треков, записывают для них музыку, но в большей степени они коверят чужие песни. Эндрю со своими навыками коммуникации договаривается о концертах в школе и на домашних вечеринках. Но главное, что делает Риджили, записывает первую кассету, чтобы отправиться с ней в рекорд-лейблы и получить заветный контракт на продюсирование. Но давайте по порядку. В самой школе парни действительно добились маломальской популярности. Их, правда, рады были видеть на дискотеках и даже танцевали под них. Что касается рекорд-лейблов, то дела обстояли куда хуже. Все продюсеры по работе с новыми артистами, ставили их кассету, недолго слушали, выключали и говорили, что это бред и все это уже было, ничего нового. Джордж и Эндрю побывали практически во всех продюсерских центрах Лондона и в каждом они получили отказ. Некоторые продюсеры и вовсе говорили, что у них нет никакого будущего. Разумеется, все это сильно било по уверенности Джорджа. В какой-то момент он начинает задумываться о том, что может быть и прав его отец, что ничего деленного с музыкой не получится и стоит вернуться к урокам. Юный парень начинает чаще об этом думать и переживать, но Эндрю все время ему говорит о том, что не время сдаваться, у них все получится. Это сейчас к ним относится как к выскочкам, но нужно идти дальше. В итоге парни играли даже возле метро, чтобы их просто услышали, а со временем в группе стали появляться упаднические настроения и люди поодиночке стали откалываться от коллектива. В конечном итоге у разбитого корыта остались двое, Джордж и Эндрю. И все это дошло до того, что школа со временем действительно закончилась и никто из них никуда не поступил. Эндрю познакомился с девушкой по имени Шерли Холлиман, переехал в другой округ и стал жить вместе с ней. Джордж продолжал жить с родителями и слушать упреки отца. В свободное время они с Эндрю пересекались в Лондоне и ходили по вечеринкам. И вот однажды на одной из дискотек они придумывают песню о том, что если вам что-то не нравится, условно ваша работа, то плюйте на нее и уходите. Лучше проводить время в кайф на улице или вечеринках, чем страдать в офисе. Они пишут заводной сатирический рэп. Песня эта начинается со слов «Wam Bam I'm Man». А саму песню они называют «Wam Rap». И когда композиция полностью была написана, Джордж и Эндрю принимают решение. Отныне их группа будет называться «Wam». Собственно, как первое слово в начале песни. Следом парни придумывают и другую композицию. Она тоже энергичная и дерзкая, но на этот раз рассказывает не о том, что классно шататься по улицам, а что круто быть неженатым, круто быть холостым и всегда тусить в окружении красоток. Песню они называют «Young Guns», что переводится как «Молодые парни». Ну и «Вишенкой на торте». Когда Джордж едет в автобусе, он набрасывает стихи о любви к женщине. И там есть такие слова «I never gonna dance again, guilty feet have got no rhythm». И эту песню он называет «Carolous Whisper». Джордж в очередной раз тянет из своего дома большой магнитофон, на который они с Эндрю записывают новые композиции. Также Джордж садится на жесткую диету и быстро худеет. Он понимает, что если исполнять новые дерзкие песни, то нужно быть красавчиком. Ну и главное, он понимает, что с фамилией Панайоту трудно будет ассоциироваться с дерзким парнем. Нужно какое-то лаконичное имя, которое будет легко произноситься и запоминаться. И он берет псевдоним Джордж Майкл. Неудачника Панайоту он вычеркивает из своей жизни. Я создал человека, которого мог бы полюбить мир, если предпочтут, кто мог бы реализовать мои мечты и сделать из меня звезду. Я назвал его Джорджем Майклом. Закажите бесплатную кредитку Альфа-банка с целым годом без процентов и получайте супер кэшбэк рублями каждый месяц. А еще бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Риджили на себя берет стиль группы. Теперь они парни в кожаных косухах, голубых джинсах и белых майках. Они модные, дерзкие, сексуальные. С новой кассетой они вновь отправляются в рекорд лейбла. И в очередной раз им все отказывают. Часть продюсеров и вовсе выключают кассету, когда слышат Кэрол Суиспа. И тут вот происходит настоящая голливудская история. Когда парни вновь оказываются на самом дне, в Англии открывается новый лейбл под названием Иннервижн. Это, по сути, была дочерняя компания американского лейбла CBS. И главной задачей Иннервижна было найти новых исполнителей, которые будут интересны европейской публике, а если повезет, то американской тоже. Продюсера нового лейбла звали Марк Дин. Эндрю Риджли узнает, что этот самый Дин живет чуть ли не в соседнем от него доме. И с утра до вечера Эндрю начинает околачиваться под его дверью. По одной из версий он подкарауливает Дина на выходе из дома, дает ему кассету и просит ее послушать. По другой версии Эндрю подкинул кассету в почтовый ящик и указал на ней номер телефона. В общем, суть в том, что Марк Дин послушал кассету целиком, связался с парнями и сказал, что готов ко встрече. Когда об этом узнал Джордж Майкл, то он был просто на седьмом небе от счастья. На встрече Дин сообщает, что ему понравились песни и стиль группы, и он готов взять парней на раскрутку и протягивает контракт. Эндрю берет ручку, чтобы подписать его, но внезапно Джордж просит продюсера дать время на изучение всех пунктов. Марк Дин сообщает, что нет никаких проблем, но не стоит затягивать, лучше поскорее начать работать. Риджили в шоке от того, что его друг чуть ли не подорвал встречу и предъявляет это Майклу, на что получает ответ, что им всучили просто какой-то безумный контракт и нужно быть аккуратнее. Если коротко, то контракт был действительно кабальным. Группа за 10 лет должна была записать 10 альбомов, то есть каждый год выдавать новую пластинку. С продаж синглов по контракту им начислялись всего несколько пене, а за гастроли порядка 50 фунтов в неделю. Джордж находит юристов и дает им почитать контракт. Те же в свою очередь сообщают, что в здравом уме такое подписывать не стоит. И юристы начинают вносить правки. Все это начинает затягивать процесс, подписание и порядком сильно надоедает Марку Дину, которому нужно было отчитаться перед хед-офисом о сделке. В итоге он приезжает на репетицию к парням и заявляет, или вы подписываетесь, или продолжаете торчать в своей конуре никому не нужными. В конечном счете Джордж Майкл и Эндрю Риджли идут в соседнюю забегаловку, где им протягивают бумаги и ручки. И парни ставят свои подписи, а Марк Дин обещает им мировую известность. И вот наступает время раскрутки коллектива. Для полной крутости Джордж Майкл прокалывает себе уши и вставляет в них кольца. Эндрю покупает новые вещи, и парни отправляются на свои первые гастроли. Но в широком смысле гастролями это трудно было назвать. Марк Дин запихивал Уэм во все места, где можно было только выступить. Это были бары, грязные клубы и просто какие-то притоны, где имелась сцена и микрофоны. Зачастую публика в таких заведениях кричала, чтобы они проваливали и не мешали отдыхать. Но когда Джордж Майкл брал в руки микрофон, он отключался от всего, что происходило вокруг и просто пел. Ему было абсолютно плевать, где он находится. Параллельно с этими выступлениями записываются Ян Ганс. Сначала на полки попадает первая песня. И Джордж с Эндрю ждут, когда на них обрушится слава и они отправятся на нормальные гастроли. Но в МРЭП не попадает даже в сотню лучших. Песня полностью проваливается. Это сильно задевает Джорджа Майкла. И он начинает винить в провале только себя. Мол, не доработал песню, музыку, да и слова в принципе тоже. Он погружается в депрессию и надеется только на то, что Ян Ганс спасут ситуацию. Но и этот трек проваливается. Все попытки стать знаменитыми терпят крах. Сам же Марк Дин понимал, что это полная катастрофа. Из-за такие провалы в чартах главной офис отречется от него. А с группой со дня на день просто разорвут контракт. Но каким бы злодеем Дин не был, он умудрился створить чудо. Каким-то неведомым образом Дин договаривается с программой Top of the Pops о том, что в эфире выступит группа Уэм. Марк Дин сообщает парням, что это их последний шанс и нужно быть подготовленными. Джордж Майкл с утра до ночи репетирует перед зеркалом. Затем он повторно все прогоняет с Эндрю. А для крутости коллектива в группу берут девушку Эндрю, Шерли Холлиман и ее подругу для того, чтобы у Уэм была женская подтанцовка. И вот настает день эфира. 1982 год. Вечерний прайм-тайм. Англичане прикованы к экранам телевизоров. Ведущие программы объявляют группа Уэм. Зажигаются огни, начинает играть музыка, на сцене танцует толпа людей. И посреди них появляется Джордж Майкл в кожаной жилетке на голое тело. Включается фонограмма, под которую он открывает рот и дерзко пританцовывает. Следом появляется и Эндрю, на котором рубашка с короткими рукавами и синие джинсы. В течение трех с половиной минут они разрывают эфир своими танцами, а когда песня заканчивается, по всему экрану появляются надписи Уэм-Уэм-Уэм-Уэм-Уэм. На следующее утро после этого выступления парни просыпаются настоящими звездами. Зрительницы программы просят еще раз показать эту группу, а с половик сметаются их синглы, после чего они сразу же занимают первые строчки в хит-парадах. Выступление на Top of the Pops приносит парням бешеную популярность в Англии. Джордж Майкл заявляет, что дальше больше, нужно продолжать работать в том же духе, записывать новые песни и музыку. У Эндрю начинает идти кругом голова от того, что на улицах его все узнают. А Марк Дин сообщает, что пора дать людям чего-то новенького и горячего. И эта новенькая выходит очень скоро. Джордж Майкл пишет заводную песню под названием Клуб Терпикана и группа отправляется на съемки дорогого клипа. Клуб Терпикана снимался в 1983 году на Ибице в отеле Пайкс. Отель этот не просто был там дорогим и известным, отель был супер популярным, он в общем и сейчас остается известным отелем, он называется теперь Пайк Сибица. Почему он был модный? Его облюбовала английская тусовка. Например, там в свой день рождения отмечал Фредди Меркури. И там постоянно тусовались всякие разные артисты от Роллинг Стоунс до группы Квинн. И вот туда привозят ребят из ВЭМ снимать этот клип Клуб Терпикана. В клипе парни предстают в одних плавках, пьют коктейли, на них солнцезащитные очки, вечеринки у бассейна, они загорают на пляже, пытаются познакомиться с двумя бортпроводницами. Супер яркий клип, заводная музыка и образы парней из ВЭМ, они, конечно, всех жительниц Англии сводят с ума. Сама песня лидером хит-парадов не стала, то есть она не возглавила хит-парады, хотя, безусловно, туда попала. Но, что более важно для развития группы, их начинают слушать в Америке, именно в Лос-Анджелесе. И об этом свидетельствуют даже не позиции в чатах, а один из моих любимых американских писателей, Брэд Истен Эллис, когда описывает в своих романах жизнь молодежи Лос-Анджелеса с того времени, вот эта молодежь очень часто где-то на заднем фоне играет ВЭМ. И влияние этой новой британской музыки и образов этих артистов на молодежь Лос-Анджелеса в середине 80-х было колоссальным. После выхода Клаб Терпикана Джордж Майкл и Эндрю Риджели уходят в запись своего первого альбома. И вот тут интересные детали. Когда парни и продюсеры решают, какие песни войдут в дебютную пластинку, то Джордж отказывается туда добавлять Кэролис Уиспа. Дело в том, что в этой песне он видел совершенно другой уровень и прекрасно понимал, что этот хит нужно еще доработать и приберечь для более подходящего момента. Никто с ним не стал спорить по тому, как новый альбом нужно было срочно выдавать, а на муке творчества времени ни у кого не было. И вот случается 9 июля 1983 года. Дебютная пластинка оказывается на полках и называется она «Фантастик». В ней 8 песен, среди которых такие хиты, как «Лэм Рэп», «Янг Ганс» и «Клаб Терпикана». На обложке Джордж и Эндрю лежат на полу в кожаных косухах на голое тело и пристально смотрят в объектив камеры. Альбом сразу же сметают со всех прилавков и он возглавляет чарты продаж, а группа отправляется в свое первое большое турне по Европе и даже Японии. Фанатки везде преследуют группу, а музыкальные журналисты пишут, что мир захватила «Лэм Мания». Этим термином они описывают, как люди сходят с ума от группы. Что же касается Славы, то действительно и Джорджа и Эндрю женщины готовы были просто растерзать. Причем парни сами охотно шли навстречу и было множество историй об их загулах в той или иной стране. К примеру, в Японии Эндрю вызвал международный скандал после того, как общественность узнала, что в отель он уехал в компании «Гейш». А про Майкла и вовсе писали, что одним утром он вышел из своего номера просто истерзанный. Якобы ночь он провел с тремя девушками. Но если Эндрю действительно получал наслаждение от той славы, которая обрушилась на группу, то Джордж Майкл стал быстро закрываться в себе. В какой-то момент он начинает задумываться о том, что все вокруг любят его как красавчика из Уэм, а не как человека. И что людям вообще плевать на то, что у него на душе. Также он начинает думать о том, что Джордж Майкл это просто оболочка. В действительности он остается нерешительным Георгиусом Панайотто. Доходит до того, что он начинает злоупотреблять алкоголем и вечера после концертов проводит один. Он не едет с Эндрю в дорогие клубы, где их ждут модели и влиятельные люди, а наоборот. Он ходит по дешевым местам, где его никто не узнает и всем на него будет наплевать. Там он пытается раствориться в музыке и один отрывается на танцполе. А если его узнают, то он сразу же выбегает из клуба и закрывается в номере отеля. В общем, Джорджу с приходом мировой славы было очень-очень тяжело. И хотел ответить сам себе на множество вопросов, в том числе и о своей ориентации. Также Джорджа начинает давить и тот факт, что мировая слава пришла, а денег нет. И все это из-за контракта, который пришлось подписать в забегаловке. Собирая полные стадионы по всей Европе, он продолжал жить с родителями. А на одном из интервью, когда журналист спросил его, купил ли он себе особняк или спорткар, Джордж прямым текстом сказал, что пока смог себе позволить только новый свитер. В каждом интервью Джордж начинает отправлять общественности такие завуалированные сигналы, что их лейбл просто используют их для своей наживы. А они с Эндрю не получают практически ничего. И вот после одного из таких интервью с Джорджем связывается человек по имени Джаз Саммерс, который представляется музыкальным менеджером и предлагает встретиться. Джордж отправляется на эту встречу и рассказывает Саммерсу о всех проблемах с Инервижен. И Джаз предлагает свои услуги в качестве личного менеджера и начать судить с продюсером. Джаз говорит, что он и его партнер по имени Саймон Эйп Ербел создадут свой лейбл, который будет вести Уэм. И они сделают группу популярной не только в Европе, но и в Китае, и на всей территории США. И также обещают, что Джордж и Эндрю будут получать хороший процент со всех продаж и туров. Джордж об этом рассказывает Риджели, и они оба принимают решение, что да, Инервижен их использует и так дальше продолжаться не может. В 1983 году Джордж Майкл и Эндрю Риджели подают в суд на Инервижен. Весь мир эту новость просто ошарашивает, поскольку ситуация может дойти до того, что если они проиграют дело, то Уэм попросту могут исчезнуть. Джаз Саммерс и Саймон Эйпьер Бел находят адвокатов и начинается бой. Марк Дин имел большое превосходство в суде над Уэм, поскольку на его руках был подписанный контракт, плюс ко всему, он мог заручиться поддержкой американского офиса и просто в щепки разнести группу. Но что сделали Саммерс и его партнер? Они сыграли на опережение и в Америке договорились с главным офисом, что выгоднее будет сотрудничать с ними, чем с Марком Дином, который просто довел ситуацию до абсурда. Американский офис дает добро, но заявляют, что вмешиваться в дело не станут, мол, сами разбирайтесь в суде. Если победите, то будем сотрудничать с вами, если нет, то с Дином. Суд длился порядка полугода и закончился только в 1984 году. Все это время Уэм были без выступлений и новых песен. На последнем заседании судьи принимают сторону группы и соглашаются, что Марк Дин манипулировал мечтой двух молодых парней и просто заставил их подписать невыгодный контракт. В итоге Уэм из зала суда вышли победителями, и Джордж Майкл заявил, что все наконец наладилось, и всех фанатов ждет еще больше хороших песен и концертов. В том же 1984 году группа выпускает хит, который просто разрывает все чарты. Песня называется Wake me up before you go go. Следом выходит клип, который тоже завоевывает все строчки хит-парадов. И сразу же после триумфального возвращения группа отправляется записывать свой новый альбом. Местом записи был выбран Юг Франции для того, чтобы Джордж спокойно мог работать над созданием альбома, и его не одолевали фанаты и журналисты. Собственно, приехав во Францию, Джордж сразу же засел за написание и продюсирование пластинки. А Эндрю понесло по всем вечеринкам и тусовкам. Пока Джордж круглые сутки работал в студии, Эндрю все чаще попадал на страницы желтых газет. В один из дней и вовсе вышла новость о том, что Эндрю пришел на вечеринку в одних только подтяжках. То есть, вы понимаете, кто на самом деле первопроходит с голых вечеринок. В итоге Джордж Майкл стал понимать, что дальнейший успех зависит только от него одного. И вот в один из дней он достает из закромов написанную когда-то песню Кэролис Уисп и решает ее издать. Он сообщает Эндрю, что хочет ее доработать и выпустить отдельным своим синглом, но в новую пластинку Вэм она тоже войдет для усиления альбома. Эндрю заявляет, что будет только рад, если его друг добьется того, чего он действительно хочет. Риджили подружески дает зеленый свет на первый сингл Джорджа Майкла. Идеальный звук для Кэролис Уиспа Джордж ищет долго и мучительно. Сначала он отправляется в США, где встречается с аранжировщиком Оретто Франклин и записывает песню вместе с ним. Но когда получает сведенную копию, ему она не нравится. И в итоге Джордж решает спродюсировать песню сам. Он лично прослышивает 20 саксофонистов, среди которых выбирает одного и ставит его партию на вступление. А дальше с группой музыкантов пишет всю остальную музыку и записывает свой вокал. Когда песня была сведена по-новому, он переслышивает ее несколько раз и понимает, что это то, чего он и хотел добиться от этой композиции. А следом продюсирует себе съемки клипа. 24 июля 1984 года Кэролис Уиспа выходит в свет и просто вмиг обрушивает все чарты. Имя Джордж Майкл гремит на весь мир уже отдельно от Уэм, а журналисты пишут, что это первый шаг к сольной карьере. К слову, сам Джордж на все вопросы о своем сольном пути отвечал уклончиво и заявлял репортерам, что в составе Уэм у него еще много планов, и они с Эндрю, находятся в работе над новым альбомом, который вот-вот все услышат. В октябре 1984 года вторая пластинка Уэм выходит в свет и называется она Make It Big. В нее вошли 8 песен. За главной была заводная Wake Me Up Before You Go Go, а закрывала альбом та самая Кэролис Уиспа. Пластинка Make It Big становится лидером продаж и группа отправляется в грандиозное мировое турне. Уэм первая западная группа, которая дает серию концертов в Китае, а сразу же после в США, где собирают стадионы. И после одного из таких выступлений к Джорджу Майклу подходит Элтон Джон и говорит «Мне потребовалось много лет, чтобы собирать такие залы, а ты умудрился это сделать за пару лет. У тебя огромное будущее». Вообще 1984 становится пиком для Уэм, поскольку в этом же году Джордж Майкл пишет слова культовой песни Last Christmas и заявляет Эндрю, что это первая рождественская песня и еще одна верхняя строчка в хит-парадах им просто обеспечена. Как мы понимаем, Рождество — это топ и продаж для всего, от книг до музыки. И вот парни готовятся к своему первому рождественскому хиту. Примечательно, что слова к песне Джордж Майкл придумал всего за 30 минут. И когда он их прочитал Эндрю, то тот просто сказал «Вау, это чертовски круто, такого ни у кого не было». Песню Last Christmas слышал каждый. В новогодние праздники она играет из каждого утюга и в принципе декабрь вообще невозможно представить без этой мелодии. А раньше, когда смотрели люди клипы, невозможно это представить было без клипа, в котором парни с девчонками играют в снежки и проводят Рождество в уютном шале. Но в 1984 году песня лидером чартов не стала. И вот почему. Вокалист группы The Boomtown Reds и как бы сейчас сказали общественный активист, поскольку он не только музыкант, Боб Гэлдов, он в тот год решает сделать рождественскую песню и позвать на запись этой рождественской песни всех мировых звезд, которые на тот момент есть. От Бона и Дюран-Дюран до Стинга. Гэлдов хотел, чтобы в этой песне звучали голоса самых крутых музыкантов. То есть, ну, по сути, это такой хайп, то есть собрать всех звезд, и они пишут такой огромный фит. Также на запись приглашен был и Джордж Майкл. Песню Гэлдов назвал Do They Know It's Christmas и публично заявил, что все деньги с продажи композиции пойдут на помощь голодающей Эфиопии. И в итоге и в итоге действительно песня Гэлдов в тот год стала лидером всех хитов. А Last Christmas группы ВМ занял только вторую строчку. Годом позже все тот же Боб Гэлдов зовет Джорджа Майкла выступить на другом им же придуманном шоу. Это фестиваль музыкальный, который называется Live Aid. По задумке это шоу для двух стран Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Англичане поют на Уэмбли, а американцы в Филадельфии на стадионе имени Джона Кеннеди. И опять все вырученные деньги также отправляются пострадавшим от голода в Эфиопии. Гэлдов и его партнеры договариваются ну практически со всеми мировыми звездами того времени. Джорджу Майклу предлагают исполнить песню другого величайшего вокалиста Элтона Джона песня, которая называется Don't let this sun go down on me. При этом сам Элтон Джон звонит Джорджу и говорит, что чувак, я тебе лично буду аккомпанировать, давай сделаем такой фит. Для Джорджа это очевидный триумф. Он на главной сцене со всеми главными мировыми звездами. Единственное, о чем он просит организаторов, просит, причем что он называется по-пацански, он на Эмбле хочет выйти со своим другом Эндрю, потому что они по-прежнему участники группы ВМ. И организаторы говорят, ну давай, мы ничего против иметь не будем, и Эндрю может тебя поддержать на бэк-вокале. И когда Джордж Майкл об этом сообщает Эндрю, и он, понятно, что он волнуется, потому что как бы пригласили меня, я тебя на бэк-вокал с собой зову, вроде мы группа, вроде мы не группа, но Эндрю говорит, и вообще, судя по всему, Эндрю, конечно, был тоже, ну, что называется, нормальный, ровный пацан. Он сказал, не надо переживать, я все понимаю, я с радостью тебе на бэке подпою. Еще он говорит о том, что Джордж Майкл должен всем показать, кто действительно номер один. Даже несмотря, что на этой же сцене выступит, например, Фредди Меркури. И тоже все этого выступления ждут, оно станет классическим выступлением. И вот 13 июля 1985 года в США Мадонна уже спела Holiday, на Уэмбли Квин уже спели Богемскую Рапсорию, и настает выход Джорджа Майкла. Он выходит в обнимку с Эндрю, стадион орет, приветствует их, Рижли становится на бэк, и Джордж занимает место рядом с роялем Элтона Джона. Начинается песня, и весь стадион просто замирает от красоты голоса Джорджа Майкла. Он в черных очках, косухе, ну, в своем классическом имидже. Берет самые высокие ноты, а под конец песни Элтон Джон выскакивает из-за рояля и бежит его обнимать. И вот после этого выступления, а потом будет снят клип на эту песню, и он до сих пор один из самых просматриваемых клипов Джорджа Майкла. После этого выступления становится очевидно, распад группы Уэм просто неизбежен. Джордж Майкл станет сольным артистом, и уже видно, что он больше, чем эта группа, и он станет супер-мега-звездой. И действительно, все были правы. О том, что участники группы движутся разными направлениями, было правдой. Джордж хотел развиваться как сольный артист, а Эндрю все меньше времени уделял музыке, а больше тусовался, и начал увлекаться автогонками. Он переехал в Монако и стал пилотом в Формуле 3. О том, что Уэм в себя и жили, понимали оба артиста, и ими было принято решение записать финальный альбом и проститься с фанатами большим концертом. Последний альбом группы так и назывался The Final. Он вышел в 1986 году, а прощальный концерт состоялся на Уэмбеле. Джордж Майкл и Эндрю Риджеле исполнили все свои знаковые хиты, и эпоха Уэм закончилась. Красиво, профессионально и на высокой ноте. И вот Джордж Майкл становится сольным артистом. В первый же год он подписывает контракт с Соня. Продюсеры ждут от него новые хиты, альбом и мировой тур. Джордж дни и ночи создает свою первую сольную пластинку. Для него это огромнейший вызов. При этом он успевает спеть дуэтом с великой Оретой Франклиной, и они выпускают песню под названием I Knew You Were Waiting. Их дуэт еще сильнее подогревает интерес к новому альбому Джорджа. 30 октября 1987 года на полках появляется сольник Джорджа Майкла. Пластинка называется Fade. В альбоме девять песен. Лидерами чартов становятся такие хиты, как I Want Your Sex и Fade. Альбом в первую неделю продается миллионным тиражом, а журналисты называют Джорджа правоприемником Элтона Джона. Альбом Fade занимает первое место в чарте Великобритании и в Billboard 200, и вовсе бриллиантовым. И сразу же после такого оглушительного успеха Джордж Майкл отправляется в свое первое мировое турне. Стадионы и площадки были расписаны на 10 месяцев вперед. Перерыв графики составлял максимум два дня, если речь касалась больших перелетов и трудной логистики. Джордж в каждом шоу выкладывается на максимум, но за кулисами он внезапно начинает уходить в депрессию. А случилось вот что. Джордж Майкл в том туре осознал, что в 24 года у него есть все. Слава, деньги, сольный тур и мировое признание. Единственное, чего у него не было моральной поддержки. В гримерке теперь он находился один, рядом не было Эндрю, а самого Джорджа окружали охранники и менеджеры, которые не давали ему проводить время так, как он хотел. Часто эти менеджеры даже не подпускали к нему его же близких, поскольку не хотели, чтобы что-то где-то сорвалось в расписании артиста. И от этого всего Джордж Майкл начал сильно выгорать. В итоге он доходит до такого отчаяния, что однажды ночью звонит Эндрю и просто по-человечески просит поговорить с ним. Джордж рассказывает ему, что чувствует себя одиноким в своем туре и что он вот-вот сорвется и не сможет его продолжить. Настолько сильно он был измучен. Эндрю долго его успокаивает и сообщает, что если нужна поддержка, он всегда рядом. В итоге Джордж Майкл просит его побыть немного рядом на сцене, как в старые добрые времена. В том туре Джордж Майкл и Эндрю и Риджли вновь появились вместе на одном из концертов и спели несколько своих песен. Отчего все фанаты просто были в диком восторге. Когда же сам тур подошел к концу, Джордж Майкл был полностью опустошен. Он уже был колоссально богат, но счастье ему это не приносило. Он тратил деньги на дорогую недвижимость, автомобили и вещи, но никак не мог избавиться от мысли, что он одинок. Когда он приезжал в гости к родителям, то вел себя вполне нормально и жизнерадостно. Но, как позже отмечала его старшая сестра, все это была маска. Джордж изображал, что он счастливый, чтобы просто не расстраивать отца и мать. В 1990 году Джордж Майкл выпускает свою вторую соленую пластинку под названием Listen Without Prejudice, что переводится как «слышать без предубеждений». И этот альбом проваливается в продажах, после чего между Джорджем Майклом и компанией Sony разгорается конфликт. Майкл после тяжелого тура и провала новые пластинки, срывается и обвиняет во всем рекорд Лейбл. Мол, вы сделали недостаточно для пиара и вообще были заняты другими артистами. Сам же Лейбл заявляет, что в плохих продажах виноваты не они, а сам Джордж Майкл, поскольку именно он настоял на том, чтобы на пластинке не было его лица и отказался ходить по телеэфирам и рекламировать новый альбом. В итоге скандал доходит до того, что Sony и вовсе обвиняют Джорджа в подрывной деятельности. Мол, в клипе на песню Freedom Джордж попросил сжечь знаменитую косуху, намекая на то, что со старым образом покончено, а также продюсеры заявляют, что вместо супермоделей нужно было самому появиться в кадре. То есть культовый клип Freedom, который сейчас знает весь мир и в котором снялись Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелист и Синди Кроуфорд, продюсеры тогда посчитали полным бредом. Ну и небольшая такая интересная деталь. Режиссером клипа Freedom был подающий надежды Дэвид Финчер. До большого кино он был клипмейкером. В общем, конфликт между Джорджем и Лейблом доходит до того, что весь музыкальный мир облетает новость с пометкой Молния. Джордж Майкл подает в суд на Sony и требует возмещения денег с продаж хитов и вернуть права на его же песни. Вся мировая общественность и все музыканты стали пристально наблюдать за этим громким делом, потому как оно могло стать огромным прецедентом. Если Майкл выиграет суд над звукозаписывающим гигантом, то тогда и остальные артисты смогли бы точно так же сделать. Джордж Майкл лично появляется в суде и вместе с адвокатами защищает свою позицию. Суд длится долгое время и каждый раз, когда Майкл приходит на заседание, мировая пресса выходит с его изображением из зала суда. В итоге заканчивается все тем, что Джорджу Майклу не удается победить гиганта и он проигрывает эту битву. Собственно говоря, суд Джорджа Майкла против компании Sony был действительно очень долгим и очень скандальным делом. Ну, это сейчас у артистов есть платформы разные, куда они могут выкладывать свои треки и получать монетизацию. Раньше такого не было. Каждый артист напрямую зависел от большого музыкального лейбла. И что Джордж пошел войной против Sony, ну, конечно, для большинства стал просто шоком. Во время этого разбирательства Джордж Майкл не выпускает новых песен. Он даже говорит, что у него все есть, чтобы просто спокойно жить и получать удовольствие. Но что хочется сказать, на заре того скандала с Sony Майкл дал мощнейшее легендарное выступление. Это произошло 20 апреля 1992 года. Джордж Майкл принял участие в концерте памяти великого Фредди Меркури. Меркури умирает за некоторое время до этого концерта, умирает от спида. Вся поп-индустрия в шоке, Великобритания в шоке. И вот собирается это грандиозное шоу, и на одной сцене там выступают вся элита поп-музыки и рок-музыки. Элтон Джон, Дэвид Боу, Энни Ленокс, Лайза Минелли, Эксель Роуз, Пол Янг, Джордж Майкл, естественно. Это легендарная совершенно вещь. Найдите этот клип на Ютубе. Есть два величайших исполнения песни Somebody to Love. Ну, собственно, Фредди Меркурия с группой Queen и Джордж Майкл. Он невероятно исполнен эту песню. Я помню, как до сих пор это видео, потому что оно везде было показано. Он в оранжевом пиджаке, очках, просто разорвал Уэмбли. И вот то его выступление, конечно, по крутости совершенно не уступает его выступлению на лайфэйт, а может, на мой взгляд, его даже и превосходит. Кто не видел, еще раз посмотрите, обязательно найдите это видео. Это невероятная, легендарная вокальное выступление. Разумеется, после громкого судебного разбирательства компания Sony и Джордж уже не могли дальше существовать вместе. И в итоге Sony просто перепродали контракт с Джорджем и всеми правами на его песню, другой звукозаписывающей компании. DreamWorks Records. В 96-м году вместе с DreamWorks Джордж Майкл выпускает свой третий сольный альбом, который называется Oldja. И в первую же неделю он бьет продажи всех предыдущих пластинок. Джордж Майкл после продолжительной борьбы с Sony и своего долгого затишья просто возвращается на коне и в очередной раз всем доказывает, что он великий певец. Главными хитами альбома становятся песни Jesus To Your Child и Fast Love. Том Джонс композицию Jesus To Your Child и вовсе публично называет гениальным творением. Джордж Майкл в очередной раз начинает слушать весь мир, а его музыкальная карьера но вскоре случается трагедия. От продолжительной болезни умирает мать Джорджа Лесли Панайотто. По артисту это бьется с такой силой, что он просто уходит в заточение и круглые сутки проводит в своем доме один и просто плачет. Он закрывается в себе, перестает писать песни и музыку, а менеджерам заявляет, что следующий альбом будет состоять из его предыдущих хитов. Новые он просто не в состоянии сочинить. Он подавлен и у него совсем не осталось сил. К слову, все прекрасно понимали, как Джордж переживает трагедию и видели, в каком состоянии он находится. И никто из новых продюсеров не стал ему возражать, а наоборот. Все поддержали его и согласились, что действительно лучше выпустить сборник хитов. Альбом Lady and Gentlemen The Best of George Michael вышел в 1998 году. И вы знаете, несмотря на то, что это был сборник, состоящий из старых песен, продажи пластинки перевалили за 9 миллионов копий, и альбом во многих странах мира стал платиновым. Настолько люди любили и понимали Джорджа. Но помимо нового альбома, в том же 98-м лицо Джорджа Майкла появляется на передовицах газет и в свете большого скандала. В Беверли-Хиллз его арестовывает полицейский в штатском по имени Марселло Родригес за то, что Джордж якобы к нему приставал. Новость эта просто разрывает все мировые СМИ. И дело доходит до суда, где Майкла приговаривают к общественным работам и штрафу 810 долларов. А еще позже под давлением общественности и прессы Джордж Майкл был вынужден сделать свой камин-аут, признаться в том, что он гей. И когда Джордж думал, что после этого заявления все затихнет и журналист перестан полоскать подробности скандала и его личной жизни, то все случилось ровным счетом наоборот. Пресса и папарацци стали преследовать его на каждом шагу. Желтые репортеры лезли в окна дома и пытались подкупить его друзей, чтобы те поведали чего-нибудь эксклюзивного из жизни артиста. Все это сильно начало бить по Джорджу и он стал раздражительным, а чтобы никто нигде но куда хуже от всех судов, трагедий, скандалов ему стало труднее сочинять новые хиты. Впрочем, годом позже, в 99-м Джордж все же собирается силами и выпускает новую пластинку. Это альбом кавер-версии на мировые хиты, которые он называет Songs from the Last Century, что переводится как «Песни из прошлого века». И вот с таким вот символичным названием мир вскоре вступает в новый 21-й век. Приходит эпоха нулевых, а вместе с ней новые вызовы и проблемы. Как мы уже рассказывали в предыдущих выпусках, в нулевых появляется плеяда совершенно новых исполнителей, которых начинает поддерживать MTV. Взлетают Бритни Спирс, Кристина Агилера, Бэкстрид Бойс, NSYNC, также Чарты разрывает и белый рэпер по прозвищу Eminem. Все эти артисты были молодыми, суперэнергичными и, главное, новыми. И все внимание со стороны телевидения и прессы было приковано к ним, а к таким, как Джордж Майкл, стали относиться как к ветеранам сцены. Причем, если так подумать, то в 2000 году ему было всего 37 лет. Сам же Джордж в начале нулевых всеми силами пытается нащупать и зацепиться за что-то новое и модное, местами даже электронное. Он хочет, чтобы о нем продолжали говорить, а не переводили его в ранг классиков и легенд. И все это доходит до того, что он начинает выпускать провокационные композиции. Он вкладывает деньги в дорогостоящий клип на песню под названием Freak, нагружает ее модной электроникой, но композиция не получает никаких наград и проваливается даже в родной Англии. Следом, Джордж пишет еще более провокационную песню Shoot the Dog, в которой обвиняет Буша и Тони Блэра в войне в Ираке, но и с ней случается провал. Людям и музыкальным каналам куда было интереснее наблюдать за тем, как группа Green Day исполняет песню American Idiot. Разумеется, Джорджа Майкла все это сильно задевало. Он хотел дальше сражаться за право быть первым, но времена изменились и были уже новые герои. И когда Джордж Майкл понял и осознал, что смысла дальше бороться нет, он записывает альбом под названием Patience, терпение, и заявляет, что это последняя его пластинка. Других не будет. Альбом выходит в 2004 году и дебютирует с первой строчки Великобритания, но очень быстро теряет позицию и кассового успеха пластинка не приносит. Общемировой тираж проданных дисков достиг всего 4 миллионов копий. Как бы ни продавались мои записи, я искренне убежден, что не унижался, не поступался принципами и никогда не подводил людей, которые меня ждали. В тех же нулевых Джордж Майкл отправляется в мировое турне, приуроченное к 25-летию творческого пути и исполняет свои самые легендарные хиты. При этом он впервые дает серию концертов в Москве, а также становится частым гостем на корпоративах. По слухам, за одно выступление на подмосковной Вилле известный российский олигарх заплатил ему рекордные 3 миллиона долларов. Но еще чаще, чем корпоративы, в нулевых Джордж Майкл стал попадать в скандалы. Пресса то и дело писала о том, что артист был задержан за непристойное поведение, что его арестовали за хранение запрещенных веществ, что он передвигался за рулем в наркотическом состоянии, ну и так далее. В итоге, один из таких скандалов и вовсе закончился тем, что артист был приговорен к двухмесячному пребыванию в исправительной колонии Великобритании. Собственно, первое десятилетие двухтысячных для Джорджа Майкла было весьма проблематичным. Он словно где-то споткнулся, сошел с дистанции и понесся по всем кочкам. В 2012 году Джордж Майкл удостоился права стать хедлайнером на закрытии летних Олимпийских игр в Лондоне. На сцене он спел свои новые хиты, а также культовую и великую композицию Freedom. И, наверное, это выступление было таким, можно сказать, последним большим и ярким появлением Джорджа. После него он будто бы исчез. Он стал редко появляться на публике, практически перестал давать интервью, а если и соглашался, то это были шуточные эпизоды в программе Кэрпо у караоке. Журналисты же и поклонники все чаще гадали, что же происходит с Джорджем и почему он исчез. Некоторые замечали его ужасно распухшим, в СМИ даже публиковались эти фотографии. Потом же Джорджа видели уже истощенным. Все фанаты видели, что с ним что-то происходит и понимали, что у кумира имеются какие-то проблемы со здоровьем. Кто-то выдвигал теорию, что у него онкология, кто-то и вовсе приписывал ему другие страшные заболевания. Но сам же Джордж предпочитал ни о чем и никому не рассказывать. Один лишь раз заявил, что очень тяжело перенес пневмонию. Джордж Майкл практически от всех закрылся. И вот наступает 25 декабря 2016 года. Весь западный мир справляет католическое Рождество, повсюду играет у вас Christmas, люди радуются празднику, поздравляют друг друга и постят фотографии в социальных сетях, как вдруг в одном таблоиде внезапно появляется заголовок «Не стало Джорджа Майкла». Этот заголовок из желтого СМИ быстро распространяется по социальным сетям, но официального подтверждения этой новости никакой нет. Весь мир ждет и надеется, что это просто очередная желтуха, которую вкинули журналисты ради рейтинга. Но буквально через 30 минут авторитетные британские СМИ сами выходят с новостью о том, что в своем доме от сердечной недостаточности умер Джордж Майкл прямо во сне и прямо в Рождество, которому он когда-то сочинил и написал одну из заглавных песен. Ну, как я узнал о смерти Джорджа Майкла, это был декабрь 2016 года, соответственно, я, скорее всего, летел куда-то в Азию на зимние каникулы и узнал об этом в декабре. Я сказал уже, что я с тех пор Лест Крисмас практически не слушаю, не могу слушать, потому что, ну, она совершенно другие вайбы, что называется, рождает во мне. Естественно, новость от меня повергла в уныние, но что творилось тогда вокруг? Все медиа, естественно, говорили только об этом всю неделю. Телевизор, интернет, все журналы. И вот через какое-то короткое время, здесь написано, что это 17-го года, это специальный выпуск журнала People. Я думаю, что я его купил в январе 17-го. И это специальные выпуски я купил в аэропорте и с тех пор его храню дома. Здесь воспоминания всех тех, с кем Джордж Майкл делал фиты, здесь интервью Ареттон Франклин, интервью всех топ-моделей и интервью его партнера по ВМ. То есть все вспоминают Джорджа Майкла. Это потрясающая такая дань уважения и дань памяти великого артиста, которого, повторюсь, для меня очень многое значит, артист, которого я люблю и до сих пор очень-очень много слушаю. Разумеется, внезапная смерть Джорджа Майкла потрясла весь музыкальный мир и армию поклонников. Все были просто в шоке. Ну как так-то? Всего 53 года, еще же относительно молодой. В общем, никто не мог поверить, что Джордж просто так взял и ушел. Когда распадались в Эм, то был прощальный концерт на Уэмбле, который инициировал сам артист, а тут ушел, не попрощавшись, можно даже сказать по-английски. Через несколько дней после смерти было проведено вскрытие, но оно не установило причину смерти. Тело было отправлено на дальнейшую экспертизу и только в марте 2017 года, спустя 3 месяца, судмедэксперты объявили, что смерть Джорджа Майкла наступила в результате естественных причин от заболевания миокарда и стеатозы печени. Джордж Майкл в последние годы был болен. Похороны Джорджа прошли 29 марта 2017-го. На них присутствовали только друзья и близкие артисты. Все прошло скромно. По завещанию Джорджа Майкла похоронили рядом с матерью на кладбище Highgate. На его могильной плите значится его настоящее имя Георгиос Кириакос Панайото. А также написано любимый сын, брат и друг. Сегодня песни Джорджа Майкла действительно уже считаются такой настоящей классикой, потому как просто уже никто так не поет, как он, и не мучается над созданием новых треков. Теперь все можно сделать дома, на компьютере, наложить модный биток и загрузить в интернет. Собственно, в том же интернете творчество и голос Джорджа Майкла продолжают жить и набирать популярность. Его песня Кэрлес Уиспа в прошлом году завирусилась в ТикТоке и стала настоящим саундтреком, кроликом о богатой жизни из серии оудмани. Это была история величайшего Джорджа Майкла. Что еще советуем почитать и посмотреть про него? Книга Ольги Судаковой, которая так и называется Джордж Майкл. Это книга 99-го года и она в подробностях описывает жизнь и путь артистам. Прям большой такой труд. Книга эта уже не выставляется в магазинах, но вот мне посчастливилось ее найти на одном из маркетплейсов, так что найдите и купите. Также советуем книгу Эндрю Риджели, которая называется Лэм, Джордж Майкл и я. И обязательно посмотрите документалку от Netflix Лэм. И прямо сейчас переслушайте такие хиты как Freedom, One More Try и конечно же Careless Whisper. Ну и подписывайтесь на канал, на телеграм-канал Сергея Минаева, ну и на мой. И до встречи.